Казовско-московский поэт, перемещающийся туды-сюды, Андрей Чайкин. Здравствуйте. У меня сегодня будет такая небольшая тематическая подборка, посвященная представленному на этой выставке журналу слова. Вот это стендер. А, вот еще, да, вот это, что руку стигулирует. Вот. Ситуация была такая, что редактор журнала Глеб Коломейцев и Инна Кириллова, вот мы с ними познакомились в интернете, на литературном сайте, вот им понравилось. Тут что-то, слушая Америка там какая-то у вас на письме. Да, почему-то у меня здесь не написано. А вы на английском будете? Нет, конечно. Собирайте. Нет. Не хочет. Не хочет. Не хочет. Нет. Нет. Конечно, только на русском. Эксплюзив наш язык. Только на русском. Только на русском. Нет. Просто на Америка. Сейчас на английском будете стоять. Ну, то есть почему бы и нет. Ну, давайте, если вы делаете, скажите. В общем, мы с ним познакомились на литературном сайте. Им понравилось это творение. Предложили опубликовать. И вот только после этого мы выяснили, что, в принципе, мы из одного города. В общем, вот так современные технологии объединяют людей, живущих рядом. Ну, собственно, я с этого творения начну. Называется оно. Берли в потолке выдаются за отверстия в ушах. Журнал слова номер один. И, поскольку оно очень сильно им понравилось, журнал слова номер восемь. Угу. Итак, они будут. Да. Груто. Кое. 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 Престарелые неврастенники прыгают через костер и умирают в палатках. Под похоронные звуки гитары, под похоронный свет луны тонут. Одежда на берегу затоптана пьяными танцами. Рубите друг друга на дровах. Любите друг друга в муравейниках. Пугайте друг друга до беспамятства. Смешите друг друга для прозрения. Престарелые маразматики. Улыбаются беззубо своим большим волосатым животам. Кулаками по голове лечатся. Чтобы вернуться на фотографию. Ну, вот вы можете сравнить вкус редакторов со своим стимцем. Коротики-то? Да, здесь изготовление будет очень короткий. Специально 5 ты подбирал. Чтобы не задерживать. А в 2 строчки? 4 пациентка. Ну, это будет тоже. Смотри, Игорь, больше безвкус сеставы. Ну, читай. Слушайте, не потом. Ну, это интересно. Я тоже не верю. О, окружение посылов в заведениях, глупшихах. Да нет, почему можно сейчас? Вопрос нет. Хорошо, мы с вами договорились. Да, просто я буду из каждого журнала почитать. Я буду по одному статурению. Журналов было 50. Но я публиковался, слава богу, в 7. Так что... А в 8-м, как вы помните, было то, что было в первом. Ну ладно, всё. Журнал, слова номер 3. Духтикотворение «Я и остальные полмира». Выбираю людей наугад. А не потому, сколько в них лет выдержки. И тогда я вернусь назад. А что делать мне? Ну и ты возвращайся. Ну и ты возвращайся. И ты возвращайся. Вст. Вращайся. 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 Себ. Дух в углу, чтобы посидеть в углу. Выбираю людей на убойки. Не садитесь за стол. Будем кушать вас на полу. Ну это отсылка к предыдущему силу. Слова номер четыре. Сквозной. Мой крик, звукоорущий, как седло, Пронзил спокойно стойкую струну, Разбил прозрачно-жидкое стекло, Покинул благомертвую страну, Прошел по вольнобритым головам, Занес тихоотравленный кошмар, Проник без спроса в крышевидных дам, Заполучил кроваво-божий дар, Покрылся ядом жгучежальных пчел, И в дедрях залез в разбитоформанный карман, И в дедрях, в дедрях славьте бедных он нашел, Мой рот открытослышный, как стоп-кран. Органов сексуал примазывает. Слова номер пять. Между делом на дороге затонула Атлантида, Солнце село на востоке, чтобы я остался прежним, От рассвета до запрета, поцелуя на трибуне, Между строк и дней свальши, и мечтой о простатите, Я родился на год раньше, чтобы ты осталась с нами, От заката до распада, США на карнавае. Слова номер шесть. По стабильной фазе кулаками. Дяденька с руками подошел и говорит, Половину парохода подпилите мне в подарок, Я к рукам углерода закопался кулереной. Дяденька без руки подошел и говорит, Парохода половину мне в подарок отпилите, А иначе я застыну в этой позе на проходе. Я подумал и ответил. По-лавину, половину, 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 половины, 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 половину. Пароход. Ну поскольку слова номер восемь уже прозвучали, Вместе с ним. По словами номера один, он еще четыре строчки, Того человека, который не выдержал, Таких гениальных вспорений убежал, Раньше времени. Четыре строки десятым шрифтом, Times New Roman. Люди славы. Да, я все понимаю. Ну что, я его напишу. Все люди прочитали, И все то, что он пропустил лично. В словам номер восемь были графические стихотворения, Они были именно в виде графика. Каждая строка была изображена в виде графика. Поэтому, если кому-то будет интересно, Вдруг какие-нибудь... Ты еще и меньше. Да? Можно рисовать и еще просто написать, И еще сказать, И есть кармония. Можно и так. Но там именно были графики, видимо, математические, Впражнение. То есть по оси координат была отложена Порядка и номер буквы в строке, А по оси aus x порядка и номер буквы в алпаит. Получался именно график. Ну ладно. Четыре строки десятым шрифтом, Times New Roman. Не вставай, пожалуйста, на мостик перед сном. В церкви. Люди будут под тобой ползать. Надеваю надежду, притворяюсь окном, А подо мной все равно ползаю. Спасибо. Юрий Щегловский, который я, опять-таки, знаю очень давно, И мы с ним оба творчества...